Привет, с вами Арина! И свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Был опубликован первый трейлер Westland 2 Director's Cut. Разработчики опубликовали 15 минут игрового процесса Shadow Warrior 2. Графику Batman Arkham Knight для ПК, PlayStation 4 и Xbox One сравнили между собой. Студия People Can Fly выкупила права на игру Bulletstorm. Был опубликован первый трейлер Westland 2 Director's Cut. Команда InExcel Entertainment опубликовала свой первый трейлер переиздания популярной игры Westland 2, которая разрабатывается на движке Unity 5. В гряде нововведений игры можно заметить новые графические эффекты, HD текстуры и улучшенные модели разнообразных персонажей. Кроме этого, был сильно переработан игровой баланс вместе с системой выпадения вещей. Также разработчики игры записали более 8000 новых диалогов. Добавили, наконец-то, поддержку контроллеров и новенький пользовательский интерфейс. И необходимо отметить то, что тот, кто обладает оригинальной ПК-версией игры, может получить данное обновление совершенно бесплатно. И будет это выглядеть как Game of the Year Edition. Релиз переиздания состоится уже этим летом на платформе PlayStation 4, Xbox One и ПК. Разработчики опубликовали 15 минут игрового процесса Shadow Warrior 2. В данном видеоролике присутствует не только махание мечом, но и даже стрельба из лука, дробовика, пистолета-пулемета, мини-ганна и многое другое. Кроме этого, в игре присутствует македонский стиль ведения боя. Судя по показанному ролику, главный герой очень эффективно комбинирует свое смертоносное вооружение и стили боя, при помощи которых он рубит своих врагов на части. Конечно, сразу бросается в глаза то, что геймплей игры не слишком изменился, но что касается визуальной части, игра смотрится намного лучше. Дата выхода игры Shadow Warrior 2 намечена на следующий год. Разрабатывается игра для платформ PlayStation 4, Xbox One и ПК. Графику Batman Arkham Knight для ПК, PlayStation 4 и Xbox One сравнили между собой. Наверняка каждому уже интересно, какая же из версий игры Batman Arkham Knight выглядит намного красивее и при этом не потеряла своей производительности. И совершенно недавно команда умельцев предоставила возможность увидеть и оценить своими глазами плюсы и минусы всех версий игры. При этом стоит отметить, что в ПК-версии игры было убрано ограничение, которое касалось частоты кадров. Как известно, до этого частота кадров блокировалась, когда превышала отметку в 30 FPS. Но без этого ограничения игра теперь может выдать намного больше кадров в секунду, в отличие от стандартных настроек игры. Кроме этого, в показанном видеоролике графические настройки имели максимальные параметры. Напоминаем, что буквально еще вчера многие игроки столкнулись с множеством проблем во время запуска игры Batman Arkham Knight, которые негативно отразились на игре в виде отзывов. Студия People Can Fly выкупила права на игру Bulletstorm. Студия People Can Fly, которая ранее работала в составе компании Epic Games, что занималась такими играми, как Bulletstorm, Gears of War Judgment, наконец-то добилась независимости. На официальном сайте сказано, что варшавская студия вновь себе вернула свое имя, логотип и вновь-таки стала независимой. Как известно, в 2013 году студия была переименована в Epic Games Poland. Кроме этого, эта студия также еще и выкупила права на известную игру Bulletstorm. И это важный шаг, ведь компания Epic Games так и не признала продажи игры достаточно высокими. В общем, теперь команде People Can Fly ничто не мешает выпустить вторую часть, ведь дело за малым – отыскать инвестора. Встала известно дата выхода с ПК-версии NBA 2K16. Эта игра была анонсирована в мае, но ни слова не было сказано по поводу даты выхода ПК-версии игры. И вот, наконец-то, издатель решил сообщить дату выхода NBA на ПК. Дата выхода игры запланирована на 19 сентября этого года. Исходя из этого, получается, что ПК-версии игры одновременно выйдет с версиями игры на PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One. Стало известно, что ПК-версия игры будет основываться на версиях консолей текущего поколения. Напоминаем, что NBA 2K16 представляет собой спортивный симулятор, поэтому каких-либо глобальных изменений в игре ожидать не стоит. Единственное, что будет в новой игре – новые бэкдаун-анимации. Также разработчики сообщили, что при заказе особого издания, которое обойдется в 80 долларов, игроки смогут сыграть за звезду баскетбола Майкла Джордана. На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!